Здравствуйте! Вы на канале Реальные Книги, и сегодня с вами мы познакомимся с образами и характеристикой Хлистакова в романе Николая Гоголя «Ревизор». Мы привыкли уже к тому, что в основном жизнь преподносит нам сюрпризы в виде неприятностей и сложностей. Наверное, поэтому история с обратным течением обстоятельств воспринимается в нами как нечто из ряда вон выходящее. Такие ситуации кажутся нам некой мере ироничными. История, рассказанная в повести Николая Васильевича «Гоголя. Ревизор», кроме того, что по своей сути является подарком судьбы, так еще и основана на доле абсурда. Такое сочетание делает произведение уникальным и привлекательным. Сейчас мы немного узнаем о биографии Хлистакова. Естественно, что при прочтении произведения мы в первую очередь обращаем внимание на главного героя. Итак, Иван Александрович Хлистаков. Молотой помещик, дворянин, который однажды попал в неловкую ситуацию. Ему довелось серьезно проиграться в карты. Для того, чтобы немного исправить свое положение, он едет к своим родителям в поместье. Так как путь его длинный, он, невзирая на отсутствие финансов, останавливается в гостинице города. Вот здесь ему и улыбается удача. Его принимает задолженного ревизора из Москвы. Дерзкое поведение и манера держаться в обществе не оставляет чиновникам сомнений. По их мнению, так может вести себя только ревизор. Так как в городе дела обстояли не идеально, а чиновники то и дело отступили от своих обязанностей, конечно, не в пользу жителей города, а в пользу своего кармана, то проблемы, связанные с проверкой их работы, избежать нечестным путем невозможно. Никому из них не хочется терять свое злачное место, поэтому все как один отправляются Хлистакову и вручают ему взятки. Залог того, что они останутся при должности и избегут проблем. Сначала Хлистаков перебывал в недоумении, но затем решил воспользоваться ситуацией сполна. С деньгами в кармане он успешно ориентировался из города. Новости о его эффективности в качестве ревизора стали известны слишком поздно. Обвинять Хлистакова и требовать от него возвращения денег – глупое занятие. В таком случае пришлось бы признать тот факт взятничества, и это бы стало крахом карьеры чиновников. Внешность Хлистакова. Как и в большинстве плутов и негодяев, Хлистаков обладает приятным, располагающим к доверию чертами лица. У него волосы каштанового цвета, милый носик и быстрые глаза, которые заставляют смутиться даже решительных людей. Он невысокого роста. Его комплектация далека от грациозных и физически развитых юношей. Он излишне худой. Такие физические данные значительно портят впечатление, произведенные ним. Но хитрый Хлистаков находит неловкий способ исправлять ситуацию – дорогой и ухоженный костюм. Что касается семьи Хлистакова и его образования. Как же нужно было выглядеть и вести себя, чтобы первые половины XIX века сойти за ревизора? В первую очередь нужно было родиться аристократом. Человеку, имеющему простонародное происхождение, создать видимость принадлежности к высшему обществу – дело крайне затруднительное. Манера говорить, пластика, движение, жестикуляция. Кому необходимо было учиться много лет. Для людей дворянского происхождения такой стиль был обычным делом. Они перенимали его у своих родителей и их знакомых, приходившие в гости. Иван Александрович не был светилом высшего общества, но все же был дворянином по происхождению. Его родители имеют владение подкатиловка. О состоянии дел и важности имения известно мало. Тот факт, что родители присылают деньги своему сыну, говорит, что имение не было убыточным. Она приносила достаточный доход, чтобы обеспечить жизнь своей семьи хотя бы самым необходимым. Об образовании Хлестакова неизвестно ничего. Вполне вероятно, что он получил среднее по качеству образования. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что он занимает некую должность. Хлестаков работает колледжеским регистратором. Этот вид гражданской службы находился в самом конце списка табеля о рангах. Если бы родители Хлестакова были людьми состоятельными, они бы смогли обеспечить с помощью связи или денег своему сыну лучшую должность. Так как этого не произошло, то говорить о большом доходе семьи или о важности их на фоне аристократии нецелесообразно. Теперь подытожим. Все данные о финансовой нестабильности всегда было присуща Хлестакова. Их доход никогда не был высок. Если бы они были богатыми когда-либо, то смогли бы обрастись связями или знакомствами в период материального взлета своей семьи. А значит, отправить сына обучаться за границу или нанять же ему высококвалифицированных преподавателей у них не было денег. Точный возраст Хлестакова не указан. Гоголь ограничивает его рамками 23-24 с небольшим лет. В основном люди такого возраста полны энтузиазма и желанию реализовать себя. Но это не случай Хлестакова. Иван Александрович довольно несерьезно относится к своей работе. Его мало интересует повышение и возможность карьерного роста. Его работа несложная и заключается в переписывании бумаг. Но усердствовать в делах службы Хлестакову лень. Вместо того, чтобы работать, он отправляется на прогулку или же играет в карты. Такая его обеспеченность связана в первую очередь с тем, что Хлестаков не страдает нехваткой денег. Да, живет в небогатой квартире, которая расположена на четвертом этаже. Но судя по всему, такое положение вещей не смущает Ивана Александровича. Вполне вероятно, что он не привык жить в роскошных апартаментах. И потому не стремится исправить сложившуюся жилищную ситуацию. Для Хлестакова ценности жизни заключены в других вещах. Досуге и одежде. Но ситуация кардинально меняется, когда Хлестакову нужно остановиться в незнакомом городе. Здесь он останавливается только в самых лучших апартаментах. Вполне вероятно, что такой уход связан с желанием Хлестакова создать человека настолько богатого, чтобы все окружающие, не знающие настоящие положения вещей, начали ему завидовать. Возможно, что расчет становится не только на чувство зависти, с помощью которого Иван Александрович самоутверждается, но и на возможность получить какие-то бонусы со стороны местных чиновников или владельца гостиницы. К этому факту добавляется еще то, что Хлестаков не в состоянии конкурировать с богачами Петербурга, в котором он живет и основное время работает. Съем дешевого жилья позволяет ему сэкономить деньги на тилищи, которые бы выделили из таких же по состоянию, как и он, на атрибуты внешнего вида. Ему ведь не обязательно приглашать к себе домой или распространяться без надобности о месте нахождения своего жилья, а вот состояние и дешевизна костюма могут сослужить ему плохую репутацию. Так как для Хлестакова важна жизнь на показ, на манеру очень обеспеченных аристократов, то ему ничего не остается, как сэкономить на постоянном жилье. Родители Ивана Александровича обескуражены отсутствием продвижения сына по службе. Судя по всему, они делали большую ставку на его способности. Отец периодически выражает свое возмущение на этот счет, но сын всегда находит оправдание, не все сразу. Повышение нужно заслуживать долго. По факту такое оправдание ложь, позволяющая скрывать истинное положение вещей. Что касается жизни в Петербурге, то Иван Александрович не мыслит свою жизнь без него. Именно в этом месте собрано все, что так мило его сердцу. Возможность провести время в разнообразных удовольствиях. Он с охотой каждый день ездит в театр, не отказывает себе в удовольствии поиграть в карты. К слову, желающих поиграть он находит всегда и везде, но не у всех и всегда у Хлестакова получается выиграть. Оставаться с носом для него привычное дело. Иван Александрович любит изысканную кухню и не отказывать себе в удовольствии вкусно и сытно поесть. Прежде всего, Хлестаков уделяется в обществе умением красиво и складно врать. Для человека, предпочитающего жить иллюзией состоятельности, создавать видимость значимого человека – это необходимость. Иван Александрович осознает свои проблемы в знаниях, но не спешит их искоренять. Фиктивный успех, созданный его ложью, высокомерным и напущенным видом, окрыляет его. Все же время от времени он читает книги и даже пытается что-то писать самостоятельно. Но судя по тому, что о его работах нет никаких отзывов со стороны других персонажей, можно сделать вывод, что эти попытки не увенчались успехом. Хлестаков любит, когда его хвалят и восхищаются ним. Это еще один повод выдумать что-то о своей жизни. Он обожает быть в центре внимания. Такого успеха сложно добиться в Петербурге. Но в провинции, где даже его манера говорить на столичный манер вызывает бурю положительных эмоций, это легко и просто. Хлестаков не отличается смелостью, но он не готов отвечать за свои поступки. Когда к нему в гостиничный номер приходят чиновники, его сердце переполняет страх перед возможностью быть арестованным. По своей сути он тряпка, но зато хороший актер. Он умеет создавать видимость человека значимого и очень умного, хотя на самом деле ни первое, ни второе не соответствует истинному положению вещей. Гоголь умалчивает о взаимоотношениях Хлестакова с женщинами в Петербурге, но активно расписывает поведение Ивана Александровича с представительницами женского пола в провинции. Хлестаков умеет играть на публику и вызывает у людей чувство симпатии. Это касается не только показателей воспитанности, а и показной аристократичности. Хлестаков умелый обольститель и соблазнитель. Ему приятно общество женщин и их внимание. Вряд ли он ставит перед собой цель обзависти с женой. Для Хлестакова любовное увлечение – своеобразный способ игры, манипуляции с людьми. Приехав в город и познакомившись с женой и дочерью губернатора, он не упускает возможности пококетничать с обоими женщинами. Сначала он признается в любви к дочери, но через пару минут клянется в любви к матери. Хлестакова такой факт нисколько не смущает. Кроме того, когда Мария Антоновна, дочь губернатора, становится случайным свидетелей нежности Хлестакова по отношению к своей матери, Иван Александрович, пользуясь глупостью женщин и возникшим у них чувством влюбленности по отношению к нему, оборачивает всю ситуацию в пользу свадьбы с Марьей Антоновной. При этом ни мать, ни дочка не понимает своего унизительного положения и не чувствует себя обиженными. Уезжая из города, Хлестаков понимает, что его сватовство было игрой только для него. Все остальные, и Марья Антоновна в том числе, воспринимают все за чистую монету. Его не беспокоит дальнейшая судьба молодой девушки и возможность травмировать ее своим поступком. Он покидает город со спокойной душой. Таким образом, Иван Александрович Хлестаков – это типичный негодяй, способный ради своего удовольствия привести горе и хлопоты другим людям. Он не ценит заботы о себе за стороны ни родителей, ни других людей. Он не спешит ответить окружающим за оказанное по отношению к нему добро тем же. Скорее всего, наоборот, он ловко использует доверчивость и простодушие окружающих. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал «Реальные книги» и изучайте литературу вместе с нами.